Городской округ Щелково образован. Это новая форма муниципального управления, которая не предполагает ни смены документов, ни отмены каких-либо льгот, ни повышения налогов и тарифов, ни изменения категории земель. Но предполагает сосредоточение управленческих функций в одной единственной администрации, единый бюджет всей территории, новые возможности развития некогда отстающих поселений. Закон о преобразовании Щелковского муниципального района в городской округ Щелково принят 28 декабря. Но не все новые введения вступают в силу сразу. Можно сказать, что этот, 19-й год, будет переходным. В частности, бюджеты будут исполняться отдельно по каждому бывшему поселению. А вот органы власти и управления на местах уже сложили свои полномочия. Ряд необходимых действий в рамках реализации нового закона на первом в этом году заседании выполнил Совет депутатов Щелковского района. Заседание имело статус внеочередного. В нем приняли участие 19 депутатов. Совет принял основополагающее решение, которым на основании закона номер 258 делегировал органам местного самоуправления Щелковского муниципального района исполнение полномочий по решению вопросов местного значения городского округа Щелково. По рекомендации профильной комиссии Совет принял ряд идентичных решений, касающихся ликвидации советов депутатов, администрации и контрольно-счетных палат, где они были, городских поселений Щелково, Фрянова, Монина, Загорянский, сельских поселений Медвежье-Озерское, Огудневское, Трубинское, Гребневское. Заголосовали 15 депутатов. Фракция КПРФ в составе четырех человек воздержалась. Рекомендовать ликвидировать Совет депутатов городского поселения Загорянский, Щелковского муниципального района. Рекомендовать ликвидировать администрацию городского поселения Загорянский, Щелковского муниципального района. Для жителей это не значит, что на территории их поселения не будет никакого органа местного самоуправления. На территории их поселения прием будут вести депутаты Щелковского района. Мы об этом говорили сегодня с депутатами. Мы этот обязательно в ближайшие две недели вывесим в средствах массовой информации график приема. Структурные подразделения администрации будут работать в зданиях администрации сельских и городских поселений и точно так же осуществлять хозяйственную деятельность, которую они осуществляли. Совет внес в бюджеты поселений изменения, касающиеся их исполнения в этом году администрации Щелковского района. Единый бюджет городского округа появится только в 2020-м. Надо понимать, что вот в этом, в 2019 году деньги не пойдут в один котел пока. В каждом поселении, что запланированы программы, они будут реализовываться. Наши задачи контролировать. Совет депутатов также утвердил новую структуру администрации Щелковского района. Она видоизменяется в соответствии с наделением ее дополнительными полномочиями. В структуру теперь включены территориальные органы. Это скорее структура переходного периода. Возможно, в нее будут вноситься еще изменения. В чем самое главное отличие? Это в том, что в этой структуре появились территориальные подразделения и территориальные отделы. Их общее количество ровно по количеству поселений. Кроме этого, добавилось количество заместителей главы Щелковского района. Больше на три единицы стало таких должностей. Почему? Потому что, конечно, то же самое невозможно охватить весь район тем количеством по всем полномочиям. Кстати, названия органов местного самоуправления пока не меняются. Глава, администрация, совет депутатов Щелковского муниципального района. А вот символы власти поселений начали демонтировать. И еще не надо бояться этой реформы, говорит Надежда Суровцева. Централизация власти и муниципалитету, и его жителям только на пользу. Точно так же будут ремонтироваться дороги, устраиваться детские площадки, ремонтироваться подъезды. Точно так же будут функционировать школы, детские сады и так далее, и так далее, и так далее. Не нужно будет в один миг менять адрес сайта. Мы об этом обо всем говорили. Но я считаю, что управление будет более эффективным. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.